Результаты в ЦИУ, Всероссийского Центра Исследования Общественного Мнения, который показал, результат этот показал, что каждая вторая россиянка готова изменить своему мужу. Кто-то засмеялся. Хорошо. Ну и по этому поводу, значит, я не мог это пропустить мимо, потому что у меня это засело внутрь, и поэтому я написал такую даже не песню, а такое размышление под гитару. Прочитал тут, что каждая вторая россиянка хоть сейчас готова изменить своему мужу. Это результат сутопроса, а не подлянка. Подлянка тому, кто думает, что он очень женит своим мужем. То есть выходит у каждой второй россиянки из тех, что сейчас находятся где-то там, в метро, в машине, в поезде, в самолете, на концерте, и, может быть, даже в танке, пышет жаром не удовлетворенное нутро. А у россиянки, рассчитавшиеся на первый и второй, если дело обстоит действительно так, значит, я практически всегда могу встретиться с той, которая вписывается в этот чудесный социологический факт. Так а как же я столько лет ходил, что называется, между струй? Чего я промахивался вообще каждый раз? Ведь столько раз мне казалось, вот сейчас сорву поцелуй, затащу себе, покажу ей свой новый матрас. Но ни разу ведь не случилось. Что же не так, а? Выходит, я встречал тех, что номер один, только тех. И они мне всегда говорили, ты что, офигел, булгак? Мужа позвать, что ли? Иди покажи их, иди. И я шел верной дорогой, дорогие россиянки. Думая, что вы тоже верны. И лучше вас никого нет. И я точно знал, что ни пафосные корпоративы, ни банальные пьянки не вынудят вас сделать чужому мужчине привет. Но статистика падла, пасхуда, мерзкая тварь. Она-то мне говорит, ну вообще совершенно, абсолютно другое. Что каждый второй месяц в году, сентябрь, ноябрь, январь, каждая встречная будет готова со мной на все такое. Милые, прекрасные, щедрые российские дамы. Я вот сейчас обращаюсь только к тем, что под номером два. Ну признайтесь, опросы, это же ваша самореклама, да? Самореклама. Полюбите, мол, тех, у кого никогда не болит голова. А ведь вам-то нужно просто мужское внимание. Ну просто. Взгляд в глаза, как дела, как прошел сегодняшний день. И нам даже слушать не надо, достаточно тупого кивания, да? Может быть, глухим вообще, как трухлявый пей. Правда, есть и другая версия, вполне достоверная. Что результаты опросов придумали мы, мужики. Мол, мы настолько крутые, что чужая жена, априори неверная, Не отдавшись любому из нас, удавится от тоски. В общем, зря я прочел вот это все про каждую вторую. Сверху падают листья, это осень тихая, не жена. А я сижу на дворе на скамеечке и тоскую. И все думаю, к первым или ко вторым относится моя жена. Браво!